И у нас сегодня с вами особенное собрание, поскольку наш город в эти выходные празднует день рождения. Я хочу вначале открыть книгу пророка Иеремии, 29 главу, и прочитать 7 стих. И вот смотрите, слово Господа через пророка. «И заботьтесь о благосостоянии города, в который я переселил вас, и молитесь за него Господу, ибо при благосостоянии его и вам будет мир». С одной стороны, мы понимаем, что, уверовав в Иисуса Христа, мы становимся гражданами небесного царства и наше жительство на небесах. И мы здесь временно, на этой земле. Неслучайно Писание называет нас странниками и пришельцами здесь. Но из-за того, что мы здесь временно, не значит, что мы должны относиться как-то пренебрежительно к той земле, к тем местам, где мы с вами находимся, где мы с вами живем. Это не то, что, знаете, хотя в съемной квартире не означает, что мы должны тут вроде бы как бы не думать о стенах, не думать вообще о том, что нас окружает. Библия нас учит, что мы должны заботиться о благосостоянии города, где мы живем с вами, мы должны с вами молиться за него Господу, потому что при благосостоянии его и нам будет мир, и нам будет благословение также. Аминь. То есть у нас должно быть правильное отношение. Но правильное отношение невозможно без любви. Я, когда у разных известных людей читаю воспоминания о нашем городе, которые так или иначе бывали в Екатеринбурге, я думаю, вы обратили внимание, один я только это отметил, как-то не слишком жаловали комплиментами наш город, приезжие российские знаменитости. Вот, например, когда здесь был Антон Павлович Чехов, вот что он написал о Екатеринбурге. Даже не столько о Екатеринбурге, а о людях этого города. Здешние люди внушают приезжему нечто вроде ужаса. Скуластые, лобастые, широкоплечие, с маленькими глазами, с огромными кулачищами. Родятся они на местных чугунолитейных заводах, и при рождении их присутствует не акушер, а механик. На улице снег, и я нарочно опустил занавеску на окне, чтобы не видеть этой азиатчины. Конец цитаты. То есть как-то вот, видно, как-то не полюбились Чехову ни наш город, ни жители нашего города. Другой человек уже из советского времени, Владимир Семенович Высоцкий. Хотя вроде бы Высоцкого здесь очень любили и любят. Не случайно у нас самый первый небоскреб, да? Он даже назван Высоцким. Там музей Высоцкого, там перед ним есть скульптура Высоцкого и Марины Влади. В принципе, вообще как-то Высоцкий так или иначе связан с нашим регионом, потому что самая первая жена, первая жена Высоцкого, Изольда Высоцкая, она жила в Нижнем Тагиле. Она буквально в конце июля прошлого года умерла. Она умерла в Нижнем Тагиле. Она была актрисой, играла в Нижнетагильском драматическом театре. И сам Высоцкий два раза был на гастролях, когда ездил с гастролями. Два раза был в Екатеринбурге в 1962 году. И вот, что он писал о Екатеринбурге. «Уже я в Екатеринбурге, то бишь в Свердловске, уже на подъезде ощутил я влияние Стронция-90, потому что запахло гарью и настроение резко ухудшилось. В самом же городе, как говорят, махровым цветом расцвела радиация, и люди тут мрут, как мухи. За окнами мерзкая мелкая дрянь падает с неба. А вообще гнусно. И город, и народ тут, и все. За все это время ни разу не посмеялся». Конец цитаты. И я знаю, поскольку наш город один из крупнейших мегаполисов, четвертый по количеству населения после Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска, четвертый город. И много людей сюда приезжает. Я понимаю, что, может быть, оказавшись здесь, особенно, конечно, в то время, потому что сейчас очень много построено новых зданий, но как-то вот невесело людям было. Я думаю, одна из основных причин, потому что, может быть, поверхностный взгляд никогда не дает нам возможности любить, потому что, чтобы любить, нужно знать. Я как-то рассказывал на собрании, что, учившись в школе, я помню, когда у нас началась физика, я первые уроки пропустил, потому что как-то мы были в отпуске с родителями, и я приехал уже не первого сентября, а позже, когда уже все начали учиться, и у нас впервые была физика. И я сразу оказался через месяц, и все уже изучали физику, а я как бы не знал. И на уроках я ничего не понимал по физике. И чем больше я не понимал физику, тем меньше она нравилась, тем меньше она нравилась мне, тем хуже я учился. И дошло даже до того, что учитель по физике вызвал моего отца и сказал, говорит, вы знаете, если ваш сын не займется физикой, он просто не сдаст ни одного экзамена. Вот. Мой отец, вернувшись домой, позвал меня, как он любил говорить, сейчас вложу тебе ума через задние ворота. Вот. Вот сурово так. Ну, посадил за стол и начал со мной проходить физику. Вот. И, вы знаете, мы стали с ним заниматься не только по учебникам физики. В то время, помните, была популярная, очень занимательная физика, вот такие книжки разные. Вот. И я стал не только понимать физику в рамках школьной программы, но даже больше. И вы знаете, когда я стал изучать физику, знать физику, произошло в моей жизни чудо. Я физику полюбил. И я увидел, что в действительности, что бы знать, ты должен и любить. И не случайно я стараюсь, когда у нас день города, рассказывать о Екатеринбурге. Я сам родился в этом городе, родился, вырос, учился, крестился, женился в Екатеринбурге. И мы говорили с вами об истории города. Я рассказывал о том, как наш город возник, почему он возник. Мы с вами говорили о некоторых, как бы таких знаковых зданиях в городе, легендарных зданиях в виде домов Харитоновых, мы рассказывали, домов Железновых, домов Севастьяновых. У нас даже, помните, было собрание, когда я рассказывал о всех авиакатастрофах, которые произошли над небом Свердловском. Вот. Мы тоже об этом с вами говорили. Сегодня я хочу вам рассказать о двух местах, которые находятся прямо рядом со зданием нашей церкви. Одно место связано с дореволюционным Екатеринбургом, а второе место связано уже со Свердловском, то есть оно связано уже с советским периодом. И первое место, это недалеко отсюда находятся два дома на улице Сако-Иванцетти, раньше эта улица называлась Усольцевская улица, это дом Сако-Иванцетти 24 и Сако-Иванцетти 28. Дома были построены в конце 19 века. В них проживали известные в Екатеринбурге купцы Агафуровы, большая татарская семья. Изначально у них было несколько домов, но сейчас осталось только два дома. Причем там еще был один дом, где в свое время жил Александр Башлычев. Думаю, некоторые знают, что Башлычев, такой известный рок-барт в 80-е годы, он учился у нас в Ургу, на Журфаке, и вот он жил там, рядом прямо, но сейчас этот дом снесен. И вот осталось два дома. Фотографии пока не показывайте. Первый дом — это Сако-Иванцетти 24. Можно показать первый дом? Здесь сейчас находится представительство Татарстана в нашем регионе. Вот это первый дом. Дом до сих пор сохранился, и особенность этого дома в те времена там уже был линолеум. Вот, линолеум, что для того времени было чем-то уникальным. Вот. Второй дом Агафуровых на Сако-Иванцетти 28. Вот. Можно показать второй дом. Да. Он стоит прямо через дорогу здесь, да? Через дорогу, второй дом. Этот дом отличается, видите, и как-то по стилю от первого дома, и отличается также тем, что там большие подвалы находятся, с которыми тоже связаны некоторые истории, о которых я немножко сегодня расскажу. Вот. И вот покажите теперь фотографию семьи Агафуровых. Вот эта фотография семьи Агафуровых. Как я сказал, это татарская такая семья. Татарская семья, которые здесь братья основали знаменитый, не только в Екатеринбурге, но на огромной территории были знаменитый торговый дом, который так и назывался братья Агафуровы. Вот. Можно еще фотографию, где вот два брата. Знаете, что интересно, это, наверное, одно из самых первых селфи, да? Сегодня так популярно селфи. Так вот, видите, они сидят с фотоаппаратом и фотографируют себя через зеркало. Вот. Вот два брата, при которых, то есть их отцом был создан вот этот вот бизнес Агафуровых, а они уже его развивали. и к началу 20 века сеть универсальных магазинов купцов Агафуровых, братьев Агафуровых, были не только в Екатеринбурге, но от Польши, у них было в Варшаве торговый дом, и до Японии. То есть не только в нашем регионе, у них были торговые дома и в Ирбите, и в Перми, и в разных городах России, но даже за границей, Польша и Япония, там у них были торговые торговые дома. Начали они с торговли чаем и фруктами, а потом их бизнес стал расширяться, и они уже торговали вплоть до золотых, серебряных изделий, игрушек, там, продовольствия, то есть всевозможные товары у них были, и как бы центральный, основной магазин у них был на улице Вайнера, до революции это называлось улица Успенская, и вот там, помните, в советское время еще был на Вайнера детский мир находился, да? Вот в этом, на улице Вайнера в детском мире находился торговый дом братьев Агафуровых, вот этот большой универсальный, большой универсальный магазин. Вы знаете, что интересно в своих, когда вот изучаешь об этой семье, изучаешь об их бизнесе, они в то время начали делать то, что появилось вот так широко только сегодня, а они уже тогда это начали делать, вот, в советское время у нас в России этого не было, вот, а сейчас снова стало появляться, что они там начали делать? То есть они были новаторами в сфере торговли и использовали при работе с покупателями, во-первых, систему лояльности, они использовали бонусную программу, что было вот для того времени нетипично очень. У них были распродажи, у них были для постоянных покупателей скидки, и при больших покупках они давали кредиты, вот, и они были при этом очень успешны, и когда революция произошла, то они бежали отсюда с Урала вместе с армией Колчака и обосновались уже в Японии, где у них были остатки вот этих их торговых домов, вот в Японии, и часть семьи оказалась в Китае. И легенды, которые связаны в нашем городе, да, вот рассказы о тайнах Екатеринбурга, конечно, связаны с их домами, и вот этот второй дом, покажите еще, вот этот второй дом Агафуровых, такой бренчатый дом, вот, когда в конце 20-х, начало 30-х годов советская власть давала реабилитацию, и говорили, что если вернутся остатки там дворян, купцов, они будут реабилитированы, то невестка Агафуровых, она приехала сюда и показала, что в одном месте, вот, как раз в одном месте в подвале и был зарыт клад, который купцы Агафуровы там спрятали в надежде, когда вернутся, то раскопают. И там действительно раскопали пуд золота, это около 16,5 килограмм. Вот, и до сих пор помню, как там дед рассказывал, когда там все было цеплено милицией, там специальные такие были раскопки, и вот там откопали клад, и уезжая, эта невестка сказала, ну, клад взяла государство, ей выплатили какую-то там награду, вот, но она уезжая сказала, что там где-то, она говорит, не знает точно, то есть одно место она знала точно, а другой не знает точно, там еще где-то под лестницей еще где-то был клад, и там копали и еще нашли пуд золота, вот, где-то в районе ворот, в районе крыльца, потому что сам дом, конечно, в советское время был несколько перестроен, но там еще откопали тот же клад, вот, после этого там буквально все вокруг домов Агафуровых было перерыто, но уже больше ничего не нашли, хотя по легендам там еще клады, особенно там, где у них были дачи у Агафуровых, вы знаете, что у них на Сибирском тракте были дачи, вот, когда в начале 20 века, это по-моему 1914 году построили на Сибирском тракте на 8-м километре психиатрическую больницу, вот, это было недалеко от Агафуровских дач, то все сторожилы города, вы знаете, что всегда психиатрическую больницу у нас как называли? Агафуровские дачи, то есть, когда говорили, поехал на Агафуровские дачи, то это не в смысле отдыхать, в смысле лечиться, это похоже, как в Москве, да, у них тоже психиатрическая больница называлась Канадчиковой дачи, вот, и вот на Агафуровских дачах, вот, тоже по легенде, там есть прудик небольшой, и вот там тоже где-то они что-то зарыли, вот, на дне этого пруда, но сколько там не ныряли, не искали, до сих пор еще не нашли никакого клада, хотя некоторые энтузиасты до сих пор тешат себя надеждой отыскать новые клады, которые в свое время были зарыты купцами Агафуровыми, вот, я хочу прочитать в шестой главе Евангелия от Матфея два стиха, знаменитые слова нашего Господа Иисуса Христа, вот, девятнадцатый стих шестой главы Евангелия от Матфея, не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут, ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Вы знаете, с одной стороны, вот, как бы, семья Агафуровых яркая иллюстрация этих мест священного писания, потому что все, что накопили, все, что создала эта семья, вот эта сеть торговых домов, с одной стороны, они это все потеряли, но в то же самое время семья Агафуровых здесь, в Екатеринбурге, была знаменита не просто своим бизнесом, не просто там своими дачами, своими торговыми домами, своими вот этими деревянными усадьбами, что очень интересно, что они именно строили из дерева все, хотя в то время старались уже делать каменные дома, каменные строения, но вот они очень любили дерево, да, это все дома их деревянные, но помимо всего прочего, эта семья была знаменита в нашем городе своей благотворительностью, один из братьев был председателем благотворительного общества, на их деньги обучали детей, нуждающимся оказывали материальную материальную помощь. Другой брат, он был председателем общества велосипедистов, и с помощью, не только на их деньги, но они делали большой вклад, чтобы, во-первых, в нашем городе был построен ипподром, и вот буквально недалеко от здания, где находится наша церковь, есть вот этот парк, знаменитый парк, может быть, около Визбульвара, вот, и, конечно же, старожилы знают, вот, что там как раз и находился в свое время ипподром, вот этот вот парк весь, это и был ипподром. С другой стороны, они также помогали строительству велодрома, который находился первоначально там, где сейчас центральный стадион, вот там, где у нас буквально два месяца назад были матчи чемпионата мира по футболу, вот, изначально там был построен велодром, и они по городу в то время, в то время, начало 20 века делали велосипедные дорожки. И вообще, знаете, само отношение к работникам у них было особенным. Они поощряли своих работников в конце каждой недели вместе с зарплатами были поощрительные подарки, которые братья Агафуровы делали своим управляющим, своим продавцам, то есть специальные подарки. Также было известно, что Агафуровы поощряли особо отличившихся работников тем, что они могли отдыхать на их дачах целыми семьями. То есть не только сами они, но даже своих работников они поощряли отдыхами на дачах. они учредили кассу взаимопомощи. И вот как бы ярким показателем, как относились к ним работники, которые находились под их началом, вот одно письмо 1909 года, я вам кусочек прочитаю, которое написали работники Агафуровского торгового дома, поздравляя хозяев с 25-летием фирмы. И вот что они писали, послушайте. А если мы припомним, как вы приходили на помощь, когда жизнь ставила отдельных из нас в затруднительное, иногда тяжелейшее положение, когда в памяти нашей проходит вереница о благодетельственных людей, то сугубо влечет нас к выражению вам своей благодарности. То есть когда они поздравляли Агафуровых, братьев Агафуровых, они писали им, что наше сердце переполнено благодарностью, когда мы вспоминаем, как вы помогали тем, кто был в затруднительном, тяжелейшем положении, как вы помогали. То есть вы знаете, я думаю, что вообще сама, когда сегодня в молодой России поднимается бизнес, важно не просто принимать какую-то систему бонусов, скидочных карт постоянным покупателям, то, что отводили Агафуровы, но и самим отношением, правильным отношением, потому что нередко сегодня вроде бы есть большие бизнесы, в том числе у христианских бизнесменов, и при этом очень пренебрежительное отношение к своим работникам. Часто современные бизнесмены просто используют людей, почему сегодня огромная текучка, огромная текучка, людей используют, людей используют, но само Священное Писание учит нас, что мы должны, то есть Священное Писание не учит коммунизму, но в Новом Завете говорится, что люди должны, хозяева должны правильно с любовью относиться к тем, кто работает на них, относясь им, с любовью относясь к ним. Я думаю, это тоже, знаете, большой урок для нас. Я верю, и я часто молюсь, чтобы Бог поднимал в том числе бизнесменов нашей церкви, людей, которые не просто обладали бы талантом зарабатывать деньги, но при этом обладали бы большим сердцем. К сожалению, особенно, знаете, такой советский период у нас было выработано такое отношение, что богатые люди, это все обманщики, это все злые, жадные, красотолюбивые, вот потому они разбогатели, поэтому хочешь быть хорошим человеком, будь бедным человеком, а если ты богатый, то автоматически ты уже какой-то серебролюбивый, злой человек. Однако, однако это не так. И я верю, что это реально и возможно, когда люди будут развиваться, и бизнесмены будут развиваться, торговые фирмы, какие-то предприятия будут расти, и это не будет мешать, а наоборот будет подпитывать благотворительность, подпитывать сердца, которые желают помогать другим, благословлять других людей. Это очень важно, очень хорошо. Я знаю, что у многих из нас есть таланты, не бойтесь их реализовывать, в том числе, если это таланты находятся в сфере бизнеса, в сфере предпринимательства. И не нужно думать, что если я разовьюсь, и у меня будет много средств, я автоматически стану каким-то черствым человеком. Это не так. И часто наше развитие, развитие в сфере профессиональной, в сфере нашего успеха, оно должно быть вместе с нашим духовным развитием. И мы должны понимать, что Бог дает нам богатство, чтобы мы были благословением для многих и многих вокруг нас. Как говорил один проповедник, если тебе не нужны деньги, дай мне. Я знаю много людей, которыми нужно помочь. И мы видим, драгоценные, что огромное количество нуждающихся, и мы хотим быть благословением, не только духовным для окружающих нас людей, но также помогать им, в том числе материально помогать. И у нас, конечно, в церкви есть социальная работа, социальные программы, которые мы делаем, и мы раздачу одежды делаем, и кормим бездомных людей. Но в то же самое время я верю, что Господь желает, чтобы эта программа росла, чтобы мы были не просто сами благословлены, не просто тут наслаждались благословениями, но мы были благословением для окружающих нас людей. Благословением. Помогали, благословляли, давали. Потому что Писание говорит, блажение давать, нежели принимать. И когда в конце мы будем молиться за Екатеринбург, я хочу также молиться за то, чтобы Бог поднимал людей не просто с большими талантами в сфере бизнеса, коммерции, но в том числе с большим сердцем. Одно не противоречит другому, и нам важно избавиться от этих стереотипов, что богатые, злые, бедные, добрые, в жизни часто совершенно все происходит наоборот. И поэтому, когда мы видим, что сегодня поднимается в новой России, в молодой России бизнес, и возникают новые торговые дома, сейчас называются торговые центры, чтобы вместе с этим у людей также были большие сердца. И вот изучая семью братьев Агафуровых, их вклад в жизнь, в историю нашего города, мы видим, что они не просто подняли здесь бизнес, подняли торговые дома с многими новациями, но они также занимались огромной благотворительной работой. Потому что недаром говорят, у гроба карманов нет, мы ничего с собой не заберем отсюда, но мы можем оставить добрую память и благословить многих и многих людей вокруг нас. Я думаю, для этого Господь нам и дает богатство, а не только для того, чтобы жить в комфорте и жить в удобстве. Во имя Иисуса Христа. Все это скажут Аминь. И второе место тоже находится недалеко от нашей церкви, буквально пять минут пешком. Это такой знаменитый дом на улице Шейкмана, та же самая улица, где находится наша церковь. Кто-то знает, как называлась улица Шейкмана до революции? Знаете? Называлась Коковинская, улица Коковинская. И вот здесь мы находимся на Шейкмана семь, а вот на Шейкмана девятнадцать находится такой легендарный дом, который был уже построен в советское время. Можно фотографии его? Узнаете, да? Дом, который окружен оградой Шейкмана девятнадцать, построенный в начале тридцатых годов. Это тоже дом с историей. Дом был построен с таким расчетом, чтобы он вроде бы был и в центре, и в то же самое время стоял бы несколько особняком. И поэтому вроде бы, да, вот до сих пор вроде бы он и в центре находится, но как-то вот не зная даже можно мимо него пройти и не заметить его. Почему его так строили? Потому что его строили как такой уголок торжества социализма для работников НКВД. Поэтому там такая чугунная ограда до сих пор еще осталась. Вот. Там в то время были вороты и подход к этому дому в то время охранялся. Вот и там жили семьи работников НКВД. Там были квартиры так сделаны, что было два входа в каждую квартиру. Парадный и черный вход. из квартир можно было пройти на этаж, где находились кафе и рестораны, потому что в то время такая была тенденция, что женщина не рабыня на кухне. Вот. И в этом доме кухонки крохотные, меньше даже, чем в хрущевках. Вот. При том, что квартиры большие, потолки высокие, а кухонки, ну, конечно, там сейчас перестраивают, те, кто живут, да, но изначально там были такие крохотные кухонки, потому что как бы кушать дома люди были не должны, они должны были кушать в кафе, в ресторане, который находится в этом доме, там такой в то время был большой холл, где жильцы дома могли играть в бильярд, смотреть в окошки, там беседовать, разговаривать. Вот. Сам дом такой находится формой буквы П, и что там интересно, да, вот, какие легенды связаны с этим домом на Шейкмана 19, там во дворе этого дома была котельня, была котельня, сейчас она снесена, а раньше была котельня с высоченной трубой, вот видите, сам дом, да, вот буквой П, и тут уголок современного фитнес-центра, и вот буквально во дворе дома, там, где детская площадка, находилась котельня, и труба отопительная, куда шел дым, да, она была, торчала даже выше самого дома, ее буквально не так давно эту трубу снесли, там, когда перестраивали, вот, эта труба была, и ходили слухи, что котельня сама, непростая котельня, потому что вообще само здание НКВД, да, ЧК, находилось недалеко от Ленина 25, где сейчас находится управление ФСБ, вот там находилось, ну, и там знаменитые подвалы под зданием на Ленина 25, и вот говорили, да, что особых там, там, на Ленина 25 допрашивали, в подвалах расстреливали, и вот ВИП людей, которые расстреливали, специально, вот, потому что было недалеко, свозили в эту котельню, и там она была, вот, одновременно и крематориям, и поэтому даже, когда дом перевели на центральное отопление в то время, да, в советское время, вот, котельню не убирали, и из нее там до сих пор продолжал идти, идти дымок, вот, а к тому же, вы знаете, что жильцы дома, жильцы этого дома постоянно, как бы, менялись, потому что во время 30-х годов там Ягода, потом Ежов, потом Берия, ну, и одних работников НКВД свозили в котельню в свое время, другие заселялись в этот дом, ну, потом этих свозили в котельню, вот, ну, и когда домок шел, чтобы все помнили, что жизнь бренная, что однажды ты можешь из дома переселиться, переселиться в эту котельню, вот, ну, и самые слухи, о которых, вот, я еще был ребенком, 70-е годы, которые говорили, и я не буду, конечно, там детали рассказывать, хотя я знаю все эти детали, которые мы там с ребятами друг другу пересказывали, но было очень много слухов, что когда ветераны НКВД, которые умудрились дожить до 70-х годов и уже будучи почетными пенсионерами, умирали, то вот родственники видели, что когда умирал кто-то из ветеранов НКВД, то шли, словно, какие-то призраки по комнатам этого дома, где были дети, женщины, мужчины, рабочие, расстрелянные этими работниками НКВД, ну и там доходило до того, что некоторые буквально сходили с ума, вот, то есть много было разговоров, много было слухов вот об этом доме, о том, что там происходило, вот, и о том, что, вот, наверное, в советское время, вот, если говорили дом, где живут призраки, ну вот, наверное, вот в этом, в этом доме больше, а об этом доме было больше всего разговоров, больше даже, чем о доме там Харитонова или Севастьянова или Железнова, то есть о других, то есть дореволюционных еще постройках нашего города. И я хочу открыть вместе с вами книгу Экклезиаста 14-ю, 14-ю главу. И вот знаменитые слова, это последняя глава книги Экклезиаста, думаю, как раз это уместно прочитать в связи с рассказом об этом доме. 13-й стих, два последних стиха. И вот проповедник здесь пишет, «Выслушаем сущность всего». Вообще, такое красивое выражение, да? «Выслушаем сущность всего». Я действительно думаю, что проповедник в этих двух стихах вот смог выразить сущность нашей жизни. «Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека, ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно или худо». Порой, когда изучаешь историю и видишь, что люди, жившие честно, нередко проводят жизнь в проблемах и уходят как-то без всякой славы, без всякого видимого успеха, а те, кто живут жизнь нечестиво, бывают, достигают немалых материальных благ, из-за чего, я думаю, когда мы читаем книгу Псалмов, мы видим, что в одном из Псалмов Давид говорит Господе, говорит, ну как так, вот есть люди, которые вот живут нечестиво, грабят своих работников, там такое даже выражение, от жира выкатили за глаза их, и вот они уходят в благоденствие, в благополучие уходят, а люди часто живущие праведно не имеют ничего, и там написано, и так я думал, пока Бог мне не показал конец их, Бог показывает, что наша жизнь не заканчивается с окончанием земного пути, но всякое дело, хорошо оно или плохо, Бог приводит на суд, если даже не брать во внимание все эти легенды, связанные с домом на Шейкмана 19, об этих призраках, которые проходили по комнатам в тех квартирах, где умирали ветераны НКВД проходили эти призраки людей, расстрелянных ими, вот, нет, я не буду рассказывать эти истории, которые там связаны, которые в детстве слушал, потому что они уж очень жуткие, вот, не имеет это значение, но так или иначе, даже если этого ничего и не было, это всего лишь слухи, мы понимаем, что у каждой из нас однажды встанет перед Господом, перед тем, кто создал все, тот, кто является основой нашей жизни, основой нашего бытия, и каждое дело, хорошо оно или плохо, Бог приведет на суд. И, если говорить, вот этих домах купцов Агафуровых, вот, какой урок можно для нас, как для христиан, из этого вынести? Очень простой урок. когда ты копишь, собираешь, ты в один день можешь все потерять. Как эта знаменитая семья однажды потеряла все, потеряла свои торговые дома, потеряла свои богатства, и там остатки семьи доживали в Японии, в Китае. Однажды потеряли, однако добрая память осталась, потому что они не просто здесь собирали дома, строили дома, собирали сокровища на земле, они также вкладывали и помогали, из-за чего добрая память осталась у тех, кто так или иначе был связан с ними. Где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Это касается всех, в том числе и верующих бизнесменов, верующих предпринимателей, чтобы мы не просто распространяли, расширяли свой бизнес, но прежде всего в Бога богатели. Всегда, вот я замечал нередко у бизнесменов, у верующих, когда уровень их успеха становится намного больше, чем уровень их духовности, приходят проблемы. Поэтому мы должны не просто чего-то достигать на этой земле, но мы должны заботиться о своем сердце, более всего хранимого храни свое сердце. Потому что источник жизни там, не в деньгах, не в долларах, не в евро, не в рублях, источник настоящего богатства, это наше сердце. И важно иметь не просто большой счет, большой бизнес, важно иметь большое сердце. Сердце открытое для других людей. Чтобы, как говорил наш Господь Иисус Христос, люди, видя наши добрые дела, проставляли Отца нашего Небесного. Чтобы мы таким образом в Бога богатели. С другой стороны, я думаю, это вот урок дома на Шейкмана 19, мы должны понимать, что можно прожить жизнь в почете и в уважении, но, как говорит нам Слово Божье, все тайно станет явным. И все наши дела тайные, да, всякое дело, как пишет Экклезианс, Бог приведет на суд. Все тайные. Люди могут не знать, даже, может быть, самые твои близкие люди, друзья твои могут не знать, но Господь знает все. И мы однажды дадим отчет перед Ним. Поэтому так важно, чтобы наша жизнь, наши решения, наши поступки, то есть то, что мы решения, которые мы принимаем, мы понимали, что Бог видит все, Бог знает все. И только когда мы поступаем праведно, даже, может быть, не все это понимают, не все знают, но ты-то знаешь, и Бог знает праведное решение. Только это решение будет Богом благословлено. И не даром, когда мы пристанем пред Господом и посмотрим на пройденный путь, посмотрим на свою жизнь, посмотрим на дела, которые мы совершали на этой земле, чтобы нам не было стыдно, и чтобы в момент нашего ухода с этой земли не проходили перед нами призраки людей, которых мы обманули, которых мы предали, которых мы подставили, которых мы использовали, потому что даже если никто об этом не знал, никто не был в курсе, никто не видел, Бог-то, тем не менее, знает, Бог, тем не менее, видит, видит все. И сейчас давайте закроем глаза и склоним наши голоды. Я очень бы хотел, чтобы вот эти два места, дома братьев Агафуровых и дом на Шейкмана 19, стали для нас уроком, для каждого из нас. Истории этих мест чему-то учат. Два места, которые находятся буквально в шаговой доступности от нашей церкви. Всемогущий Господь. Твоя милость велика. Ты говоришь к нам многократно и многообразно. Через разные примеры, через разные истории, через разные образы Ты раскрываешь нам свою истину. Я молю мой Бог, чтобы через истории этих двух мест нашего города мы могли услышать Твой голос и получить урок от Тебя. И я молю мой Бог за каждого верующего нашей церкви. Я молю за тех, кто смотрит эту онлайн трансляцию. Дай нам Божьи мудрости, дай нам смелости, чтобы мы свои дары, свои таланты в какой бы сфере они не находились. У кого-то в творчестве, у кого-то в бизнесе, в разных областях. Но мы, Боже, не зарывали наши таланты в землю, опускали их в оборот, развивались в этом. Благослови, Господь, всех бизнесменов церкви, чтобы их бизнес рос, успех рос во имя Иисуса Христа. Я также молю, мой Бог, чтобы вместе с этим мы не забывали о нашем сердце, чтобы наш дух тоже возрастал, Господь, и чтобы мы не просто материально богатели, но в Бога богатели. И с ростом нашего благосостояния, с ростом нашего успеха возрастала также наша благотворительность, наша щедрость, Господь, чтобы это богатство было не против нас, а за нас, чтобы это богатство стало не проклятием, а благословением, потому что ты даешь и ты забираешь. И все, что мы зарабатываем, все, что мы приобретаем, мы однажды оставим все это, но любовь пребывает вовек. И я молю тебя, Господь, чтобы то, что ты даешь нам, мы использовали в любви, чтобы мы не закрывали своих глаз от нуждающихся, служили людям, чтобы мы не использовали людей, но служили людям нашими дарами и талантами, делились благословениями, Господь, чтобы наше сердце было большим. я молю, я молю, чтобы наша церковь была благословением для Екатеринбурга во имя Иисуса Христа и духовным, и материальным Господь. Благослови, мой Бог, благослови, мой Бог, благослови, мой Бог. Я также молю, мой Бог, чтобы мы всегда помнили о том, что Ты всемогущий, вездесущий и всезнающий. И нет ничего скрытого от Тебя. Да, мы можем что-то спрятать от людей, но Ты знаешь все. И однажды, когда мы оставим эту землю, мы предстанем пред Тобой. И наши дела также предстанут. то, что мы совершаем, доброе или худое, все тайное станет явным. И тайное зло, и тайное добро, и тайная ложь, и тайная правда, Господь. Все тайное станет явным. И я молю, мой Бог, чтобы мы жили, всегда помня, что мы ходим перед Тобой, и однажды мы предстанем перед Тобой, Господь. Благослови, Господи, чтобы в наших делах, будь они явны или тайны, всегда прославлялся Ты, чтобы нам не стыдно было пред Тобой, когда мы однажды предстанем перед Твоим великим белым престолом на небесах. Благослови, Господь, благослови. Люди, Божи, о которых мы говорили сегодня, они прошли свой земной путь и закончили его. И их жизни и уроки для нас, для тех, кто сегодня продолжает идти своим путем, живя в этом городе. Я молю, мой Бог, чтобы мы любили Екатеринбург, чтобы мы любили наш город, город с историей, город с традициями, Господь. Только так мы можем по-настоящему служить этому городу. Только так мы можем по-настоящему молиться за этот город, ощущая его близким и дорогим для себя во имя Иисуса Христа. Редактор субтитров